Ну что, друзья, что тут скажешь? Когда ты покупаешь автомобиль за 300 баксов, ты должен быть готов к ремонту в любое время дня и ночи. Так и сейчас. Ездил целый день, обкатываю я Suprotec, но... глохнет автомобиль теперь на холостых. Почему? Не знаю. Вроде ездил, нормально всё было, да? Сверху видим, всё хорошо. Тянет без провалов, не дёргает, но холостые. Упс. Причём, ЭПХХ посмотрел, работает, всё щёлкает. Значит, это не ЭПХХ, а что-то случилось с настройками. Будем сейчас крутить узлы качества, количество. Отвёртчик вот приобрёл. Посмотрим, что у нас получится. Вообще, нужен полный комплект инструментов, чтобы вот так вот в дороге не останавливаться. Мы же продолжаем испытания на летней резине. Очень всё круто. Включить надо свет. Выход – целая проблема. Ну, главное – выехать. Видим, всё раскатал господин Собянин свои соплями своими мерзкими. Но набрались смелости. Сейчас выскочим. Да, классики, конечно. Даже не сколько зимняя резина нужна, сколько нужен самоблок, если честно. Всё, вообще, видите, выехали и погнали на лете. Никак я это, конечно, не оправдываю, но, как показывает практика, езда на лете, возможно. Слава богу, есть подсос, он позволяет нам избавиться от этого эффекта, когда автомобиль хочет заглохнуть. В принципе, даже без ЭПХХ можно ездить. Вот так вот берёшь глаз, газ растягиваешь подсосом, да, обогатишь смесь и гоняешь. Ну, а что, нормально, нормально. Видим, одна у нас фара перегорела, лопнула, кусочек открошился, и теперь там нет лампы, потому что она от нагрева, грязи отказала. Ну, банально, колба тоже лопнула, равно как рассеиватель. Это типичная проблема. Не нашёл пока что-то оптических элементов, дальние есть, а ближних что-то вот нет. Ну, давайте сейчас, кстати, как раз имитируем работу в полевых условиях. Где-нибудь сейчас встанем, чтобы было видно. Вот здесь, кстати, мне место нравится. Рядом с классической семёрочкой, или что это там у нас? Семёрочка, да. В принципе, то же самое, только чуть-чуть фейслифт. Что ж, встали. Давайте посмотрим, что у нас не так, почему автомобиль глохнет. Берём отверточку. Я хочу, чтобы это работало, чтобы понять, я не помню, если честно, где там винт качества, где винт количества. Будем крутить наобум, ночь, где наш не пропадало. Ремонт по дешману. На экологию плевать. Слава богу, сейчас это не актуально. Что у нас здесь за винт? Толстая отвертка, что ли? Не, попал. Простите, не очень хорошо здесь. Покрутили винт, потом настроечку посмотрю. Ну вот, холостые появились, да? В чём причина? Что там в карбюраторе накрылось, я не знаю, если честно. Понятия не имею. Может, нужно свечки поменять, может, опять провода пробивает. Бог его знает. Нужно будет купить провода, буду потихонечку доделывать. Но у нас главное, чтобы дёшево машина гоняла и приносила радость. Ну, кстати, нормально. Покрутил я огонь. Сейчас ещё это всё-таки притонём. Надо с собой LED-светильничек носить. Так, тут попасть-то тут. Винт-то. У меня, в принципе, эти бородки, кстати, устраивают. Даже не будем мы ничего больше делать. Вроде работает всё хорошо. Ох, сила, да? Шепчет моторчик. Вообще огонь. Ох, будем ездить тысячи километров. Две, три, четыре, десять. Вперёд! Где наш не пропадал? Эх! Вот она, супротечик там валяется. Ремонт! Покрутил там, покрутил здесь, поехали. Потом опять всё разрегулировалось, опять поехали. Что ты скажешь? Вот такой автомобиль. Ну что, попробуем? Хотя обороты всё равно низковатые, если честно. Генератор на таких оборотах не заряжает. Но многие любят, чтобы двигатель шептал. Погнали! Всё, огонь! Всё, огонь! Лёхнет? Отлично работает. Смотри, как здорово. Крутим винты и загаживаем экологию. Нейтрализаторов нет. Честно сказать, нужен здесь впрысковый мотор. Безусловно, жаль, что вас слишком долго делают и карбюраторных монстров. Тем не менее, видим ремонт легко. Всё механическое. Всё на каких-то там резиночках, на винтиках. Ну, засорилось. Подкрутил, погнал дальше. Компенсировал этот засор. Мечта! Компенсировал этот засор. ШУМ